Приветствую вас, слава Украине! Героям слава! Россияне начали вывозить ядерные боеприпасы из хранилища в Белгородской области. Об этом и вы, я знаю, сказали в эфире национального телемарафона. Могли бы рассказать немного больше подробностей? Это достаточно сильный, такой тревожный сигнал для тех же россиян? Да, объект Белгород-22. И действительно, вчера была информация, которая позже подтвердилась о том, что в экстренном порядке расисты начали эвакуацию и начали вывозить боеприпасы, в том числе ядерные боеприпасы, из этого объекта. Данное мероприятие очень сложно в организационном плане привлечения людей, спецтехники, в общем-то, спецотрядов, которые обучены необходимым алгоритмам и работе. Поэтому, да, для расистов это из ряда вон выходящее ЧП. И, безусловно, повод задуматься, к чему, в общем-то, привело полномасштабное отражение или так называемое СВО государство, которое пока называется Российской Федерацией. И все идет по плану, собственно. Ну и, судя по всему, вот, как вы сказали, это достаточно масштабное мероприятие, и скрыть его от нашей разведки невозможно просто, так? Нет, безусловно, ни от нашей разведки, ни от наших партнеров, безусловно, за этими действиями, как и за любыми активностями, которые касаются ядерных вооружений, пристально наблюдают и смотрят во всем мире. Вот, кстати, на события в Белгородской области откликнулась и мировая пресса, в том числе и Нью-Йорк Таймс. Она также подтверждает из своих источников, что украинские бойцы не принимали участие в рейдах Легиона Свободы России, российского добровольческого корпуса, а защищали украинскую границу в районе рейда россиян на случай контратаки с территории страны-агрессора. То есть, в принципе, наши бойцы делали то, что и должны были делать. Они защищали украинскую границу, правильно? Украинские силы безопасности и обороны освобождают украинскую территорию, временно оккупированные территории, для того, чтобы выйти на международно признанные границы Украины по состоянию на 1991 год. Это главная наша задача – освобождение украинской земли и привлечение преступников к ответственности. То, что происходит в Российской Федерации, в том числе в Белгородщине, это внутрироссийский конфликт и прямой результат преступной деятельности режима Путина, в том числе, безусловно, прямой результат преступной агрессии и полномасштабного вторжения и войны против Украины. Фашистские действия режима Путина, российского, приводят сегодня к дестабилизации ситуации на территории самой, так называемой, Российской Федерации в разных уголках этой территории, в том числе и приграниченной, к сожалению, с Украиной. В сети появилось, знаете, такое комедийное, я бы назвал видео, как генерал Лапин, который уже когда-то снимали с должности командующего группировка российских войск-центра, военной операции в Украине, как они это называли, как он лично освобождает Белгородскую область от восставших россиян. Давайте вместе посмотрим. Парни сюда перешли и двумя колоннами от лапа отречет, вперед! Вперед, 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 вперед! Обгоняйте, еб***ь! Вперед, парни! За родину! Вот так, в полный рост, под пули, ничего не боится человек. Вперед, парни, за родину. Вам не смешно, как человеку военному? Интересно, вот знаете, свои там над ним не потешаются, как считаете? Нет, безусловно, смешно. Это постановочное видео. И понятно, что генерал, который руководит освобождением улицы, это очень интересное явление, пробует пропиариться, но получается грустно, ну или смешно. Ну, даже весело, я бы сказал, да. Много, на самом деле, таких и комических проков. Ну, например, да, вот не так давно российский диктатор Путин говорил о том, что опять нашел нацистов и фашистов в Украине, вспоминал о названии подразделения «Дельвейс», которое было во времена Второй мировой войны в гитлеровской Германии. Ну, и вот искал эти названия, в том числе и в Украине. И буквально вчера был объявлен план «Дельвейс» по мобилизации всех силовиков в Белгородской области. Ну, в общем-то, вот и сознались, что рашизм и фашизм – это, в принципе, одно и то же. Поэтому план «Дельвейс» теперь уже и Путин, наверное, должен публично признать, что действия его режима – это абсолютная калька с действий гитлеровцев и нацистской Германии. Следствие показало, что следствие вышло на само следствие, да? А скажите, что вот по данным нашей разведки сейчас происходит в Белгородской области? Паника и замешательство. На самом деле, расисты столкнулись с интересным явлением. Большой уровень лояльности местного населения по отношению к повстанцам, к представителям русского добровольческого корпуса региона «Свободы России». Местное население убегало, в общем-то, не от них, а убегало от авиаударов и от артиллерийских ударов регулярной так называемой армии и Министерства обороны Российской Федерации. И главная угроза для мирных жителей исходила, в общем-то, единственная угроза именно от преступников Путина. Поэтому да, лояльное отношение местного населения, поддержка, большое количество людей, которые подключились к повстанцам и представителям РДК региона уже в процессе. И очевидно, что часть повстанцев находится на территории и сеть продолжает развиваться. То есть, выходит, что сегодняшние фильтрационные мероприятия, так называемые, сегодня режим Путина проводят уже не только на оккупированных украинских территориях, но и, собственно, на территории так называемой Российской Федерации. Уже сегодня это Белгородская область, ну и дальше, очевидно, будет. Знаете, интересно, еще одно наблюдение. Вот местные власти в Белгороде все время врали и воровали деньги на строительстве бесполезных оборонительных сооружений. Но они оказались полностью беззащитны против организованного сопротивления россиян. И ФСБ, судя по всему, знало, что это может произойти, но ничего не сделали. Похоже, все, что они могут, только освоить бюджет. Коррупция путинской России – это на самом деле некоторым образом союзники украинских сил безопасности и обороны. И в том числе тех граждан Российской Федерации, которые сегодня бросают вызов режиму Путина для того, чтобы освободить Россию от внутренней оккупации. Да, коррупция – это то, что не позволяет, скажем, трезво смотреть оккупантам и трезво оценивать ситуацию. Мы видели, чего стоит из зуба дракона, хотя теоретически все должно было быть по-другому. И многие другие вещи. В том числе можем констатировать, что часть вооружения, часть транспорта, которые были использованы представителями РДК и регионов свободы России, были получены в том числе от российских силовиков через их коррупционный интерес. Знаете, хотелось бы обсудить с вами еще информационную вакханалию на РосСМИ. Они, видимо, не успели раздать методички. Это было неожиданно для них. И вот то, что было в эфире, то, что было в сети, вначале это было похоже на какой-то информационный коллапс. И вот главное, что рвало шаблон, это что цель освободить Россию от Путина, чтобы предотвратить ее развал, да и катастрофу, поставили перед собой именно русские добровольцы. Это разрушает догмат вот этого «Едином русском народе». Уже сейчас можно говорить, что можно вести речь о русском народе и преступной власти. Да, российская Гембельс ТВ вчера буквально сломалась и позавчера, когда эти все события происходили. Мы констатируем, что сначала был ступор, попытка замолчать, попытка не комментировать никак, но потом плотину прорвало. А как именно комментировать, не понимали для себя даже штатные пропагандисты. И, безусловно, принципиально важным, в том числе и для зазомбированного в большинстве своем населения, так называемой Российской Федерации, это то, что действительно это действие российских граждан, это российские действительно, можно сказать, патриоты, которые думают о будущем своей страны и понимают, что с преступным режимом Путина, его соучниками, никакого будущего нормального у России быть не может. Поэтому очевидно, что и масштабы увеличиваются, это не первая акция и РДК, и Легиона Свобода России, но по состоянию он сегодня наиболее крупный. И есть все основания предполагать, что и география будет расширяться, и количество участников, безусловно, будет увеличиваться. А знаете, как у них подгорело, наверное, то, что случилось это не в тех регионах, где они, возможно, ожидали, это там Чечня, там, например, Дагестан, еще какие-то регионы России, да? А это случилось вот прямо фактически у них под носом? Я думаю, что о Кавказе нам забывать не стоит и переживать не стоит. Безусловно, и Кавказ, и другие регионы пока так называемой Российской Федерации, там, где живут коренные народы, чьи права, безусловно, нарушаются путинским режимом, безусловно, это вопрос времени, когда они начнут активно защищать свои права, которые гарантированы и уставом Организации Объединенных Наций в том числе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok